Приветствуем вас на канале надзор.юа В сегодняшнем видео мы продолжим обозревать оборудование от компании Tantos И сегодня к нам в руки попала панелька, которая называется Amelie домофон 7-дюймовый И вызывная панель, вот такая вот черненькая iPanel 2WG Интересной эта панель будет тем, что в нее встроен считыватель карт Все это и побольше, подробнее чуть позже А начнем мы наш обзор с вызывной панели Сначала пройдемся по комплектации Комплектация в принципе стандартная У нас входит крепежная пластина У нас сюда входит уголок У нас сюда входит крепежные элементы В принципе ничего необычного У нас сюда входит тяпочка для протирки Поверхности, поскольку поверхность у нас стеклянная И если натыкать пальцем, то остается следить Как естественно на любой стеклянной поверхности Поэтому есть тяпочка, которая это все протирает И в комплект входят две карты Стандарта Mi Fire Для открытия собственно двери И возможности пройти двери Вот, теперь по самой панели Панель, как я уже сказал, имеет стеклянную поверхность Она черная у нас сегодня Сзади у нас естественно имеется наклеечка С объяснением какие цвета проводов и за что отвечают Рядом существует вот такая вот маленькая заглушечка единая Под которой находится регулировка громкости Вот, тоже иногда полезная вещь И у нас кабель, который заканчивается С довольно большим количеством проводов Потому что у нас тут встроен, как я уже говорил, считыватель Как видите, я уже тут собрал некую такую смешную конструкцию Для того, чтобы демонстрировать вам, как это все работает Вот, тут оказались несколько интересных моментов Которые существуют Я о них расскажу позже Поэтому вот, я провода уже все присоединял И чуть далее мы все это подсоединим Покажем, как прописываются карты Как добавляются карты, как они работают Как открывают замок и так далее Вот, собственно по панели больше особо говорить нечего Панель 800 TV-линий В режиме CVBS показывает камера То есть обычная, аналоговая, собственно, по характеристикам панели Перейдем к нашему домофону Домофон у нас вот такой вот 7-дюймовый Tantos Ameli Он довольно толстенький, если посмотреть его сбоку Вот, как видите, но при этом он вроде не очень тяжелый Кнопочки у нас сенсорные, находятся сбоку Здесь же у нас есть индикатор состояния Где-то тут должен быть, вот, наверное, микрофон Точечка и динамики По комплектации пройдемся Из комплектации у нас проводки Для комплекта, один я уже забрал Он на вызовной панели для того, чтобы Подключить и показать вам, как это все работает Вот оставшиеся проводки У них разъемы по типу Comox Вот такие вот Крепежные элементы Монтажная пластина И инструкция с гарантийным талоном Инструкция у Tantos, как правило, приятная, глянцевая, цветная Хотя нет, внутри черно-белая Здесь показаны примеры, как у нас подключать наш домофон к системе То есть тут написано, что у нас нарисовано У нас нарисовано, что можно подключить две панели К одной, как минимум, к одному домофону и две камеры Также вся эта система собирается То есть можно соединить их в четыре домофона вместе И у вас будет одна единая система интеркома Где к каждому домофону можно подсоединить две камеры Но панелей все равно может быть только две Так показано вот у нас рисунок Далее у нас показаны, как подключать каждую панель По цветам у нас удобнее всего смотреть разъемы сзади Вот по инструкции тоже можно это сделать Но не так удобно То есть вы просто берете, грубо говоря, проводок Вот он, нам интересен пяти проводами разъемчик Потому что именно они отвечают за панель Мы его подключаем И, собственно, смотрим Вот у нас красный цвет, это у нас аудио Синий цвет у нас общий Желтый цвет у нас 12-ти вольтовое питание Белый цвет у нас видео А коричневый цвет, это у нас дополнительный ключ Для открывания замка какого-либо прямо с домофона Есть такая возможность Вот, также подключается Это я сейчас включу вторую панель Также подключается и первая Верхний разъем, то есть верхний, так как я держу сейчас домофон Верхний разъем у нас отвечает за две камеры CCTV 1, 2 И следующий верхний разъем Это у нас подключение дальше домофона Второго, третьего, четвертого и так далее То есть в режиме интерком Собственно, стандартные четыре разъема Внешнего питания здесь не предусмотрено Как в более старшей версии Вот, собственно, все стандартно Карта памяти сюда не подключается Но существует Tantos Amelie Который поддерживает SD-карту Это просто другая моделька Они идут, как видите, отдельными моделями Здесь есть заглушка, но нет возможности включить SD-карту И кнопка вкл-выкл Находится она снизу Собственно, по панели в данном случае все Я забыл в прошлый раз указать, что такая же инструкция есть у нас для вызывной панели Причем она вот такая вот идет в виде буклета раскладного Она вся цветная И здесь очень подробно и удобно можно увидеть цвета проводов на вызывной панели И как, собственно, их подключать То есть полностью картинки с указаниями того, как это все подключается Как это все работает Здесь же есть инструкция, как прошиваются карты Как они стираются и как работает контроль доступа И, наверное, сейчас мы перейдем к подключению всего этого Сейчас мы соберем схему, покажем И уже по ходу будем рассказывать, как это все работает Для демонстрации работы комплекта мы собрали тестовую схему Подключили сюда электромеханический замок Почему, я объясню чуть позже И сейчас мы продемонстрируем, как работает вызов с вызывной панелью на домофон Как открывается замок И пройдемся по меню Вот, я нажимаю, тут у нас кнопка, видите, она с подсветкой Нажимаем кнопочку вызова Вот, собственно, я, здравствуйте Сейчас можно сразу открыть замок Чтобы не брать трубку, поскольку там скрижащиеся звуки очень громкие Я открываю, щелкнув замочек И положили трубку То есть все стандартно, все как обычно Мы заходим в меню Меню у нас вот выглядит вот так вот И это все меню, которое есть в данном домофоне Все стандартно Язык, время звонка, мелодии звонка, мелодии панели 1, 2, интеркома Режимы не беспокоить Режим прослушивания Можно включить Адрес устройства, это когда у вас не один домофон, а какое-то количество до 4 Так, состояние выхода 4 То есть у вас одна камера, две камеры или выкол Для того, чтобы удобнее было проходить по подключенным устройствам Открывание замка при просмотре Видите, здесь стоит нет, а можно сделать да Странные настройки, я тут раньше не видел Ну и заводские настройки, то есть бросить домофон Собственно, все Версия устройства в верхней части Все наши настройки по данному Tantosu Amelie Она потухла И теперь перейдем, собственно, к второй части К работе системы доступа Тут все поинтереснее будет Во-первых, сразу хочу сказать Есть один интересный момент по вызывной панели Вызывная панель работает в двух режимах Она может работать как контроль доступа Почти полноценный, не считая кнопки выхода отсутствия Стандартно для вызывной панели А еще она может работать просто как считыватель Если у вас есть какой-то внешний контроллер Вы можете подключить данную вызывную панель Просто как считыватель карт Не используя ее встроенные ресурсы По открытию замка, памяти и так далее Переход из одного режима в другой Осуществляется с замыканием или размыканием Синего и серого провода Которые выходят из вызывной панели У меня они, как видите, замкнуты То есть я их соединил через клеммничек Но если я их разъединю У меня панель не будет ничего делать Будет просто пикать И все, пытаюсь передать куда-то данные Поскольку я не подключал сюда контроллер отдельный Но это интересная особенность Которых я раньше нигде в вызывных панелях Мягко говоря не встречал Вот, это довольно занимательно Я бы сказал, это какая-то такая функция Выдвигающая данную панель из общего ряда Второе, что у нас интересного Это карточки Mi Fire Сразу говорю, это не N-Marine, это Mi Fire Третья особенность Почему мы подключили электромеханический замок? Потому что в качестве реле открытия замка Здесь стоит, тадам, транзисторный ключ Вот, именно поэтому управление происходит Посредством падания Не менее 4,5 вольт на один из контактов замков То есть это не сухой контакт И не обычное реле Прозвонить его мультиметром Просто в режиме без нагрузки Будет скорее всего невозможно Поэтому мы сразу взяли Электромеханический замок И сразу пропустили 12-ти вольтовое питание Через контакты замка вызывной панели Для того, чтобы избавиться сразу от всех ненужных проблем Поскольку с электромагнитным замком Тут будет все немножко по-другому Придется добавлять некоторые элементы в схему То есть я думаю, как минимум реле А как максимум реле задержки Вот, теперь я покажу и расскажу Как же работает у нас считыватель Собственно, встроенный в нашу вызывную панель В комплекте идут две карты Вот такие вот две карты идут Без опознавательных знаков Я уже, поскольку я уже поигрался Я запрограммировал сюда вот такую свою карту Как мастер-карту Я сейчас все покажу, как это работает Одна карта у меня прописана Вторая карта у меня не прописана Сейчас мы определим, какая из них какая Видите, два раза пикает Значит, карта не прописана Карта не разрешает доступ Эта карта прописана Я ее подношу У меня щелкает замок Все просто Прописывается карта Мы берем непрописанную карту Она прописывается при помощи мастер-ключа Вы его подносите Подносите карту Все Вот у нас карта работает, как видите Еще раз поднесу Замок щелкает Все хорошо Как происходит первое подключение Тоже довольно интересный момент Есть возможность В этом контроле две возможности Очень тоже, кстати, интересно Первая возможность Можно полностью стереть все карты В том числе мастер-карту То есть мастер-карты же Уже прописаны Стирается все вместе с этой же мастер-картой И контроллер Данный встроенный Вызывной панель Переходит в режим Первого включения Это я сейчас покажу Но Есть вторая возможность Оказывается Оказывается Панель Что я еще тоже не наблюдал Способна сбрасываться До заводских настроек Оказывается Компания Tantos Предусмотрела такую возможность Для этого Нам надо Открутить вот эти все винты Шесть штук Там прям так в инструкции написано И как ни странно Хотя один из винтов Заклеен гарантийным Стикером Тем не менее В инструкции написано Что можно открутить шесть винтов Снять заднюю панель Там есть кнопка Кнопка Reset Которая сбрасывает панель До заводских установок Полностью Это мне кажется Это мне кажется Тоже такой Довольно интересный момент Раньше я такого не встречал Не очень понимаю Когда это может пригодиться Но возможно Панель способна Там вдруг Неожиданно зависнуть Не реагировать на карты И хотя бы так Можно это реанимировать Если уже Видимо Мастер карта Даже не Как не читается То есть возможность Попробовать Еще это Все сбросить И восстановить Работоспособность Мне кажется Это интересно Это полезно Так Теперь я покажу Собственно Как Стирается Вся система И как это все Заново заводится С нуля Вот Для того Чтобы стереть Все карты Которые существуют Вместе с мастер карты Вы должны Три раза Поднести мастер карту К считывателю Раз Два Три Вот Пошли пикания Это значит Что все стерлось И вот Такой режим Будет Когда Когда вы делаете Первое включение Чистой панели Не заведенной Никуда Она просит вас Поднести мастер карту Мы подносим ее И вот у нас У нас уже записанная Мастер карта Все Вот эту карту Мы прописали Как мастер только что Вот Теперь мы подождем Пока система Сейчас Через 20 секунд Выйдет Чтобы показать Что у нас Не прописаны карты Никакие Потому что Когда вы прописываете Мастер карту После этого Контроллер Сразу же Входит в режим Принятия Обычных карт Как будто Вы прописываете Уже обычные карты Вот Поэтому Если я сейчас Поднесу любую карту Она пропишется Как карта прохода Я хочу показать Что Сейчас Ничего не прописано Вот у нас Контроллер Вышел из режима Прописывания карт Я подношу Меня не пускает Я снова подношу Меня снова не пускает Я беру Мастер карту Которую мы прописали Подношу Прописываю Одну карту Прописываю Вторую карту И собственно Закрываю Контроллер Вот Раз карта Два карта Как видите Все работает Четко Быстро И Без проблем Не нужны Никакие дополнительные Беспроводные пульты Отключение Включение питания Практически Ничего не надо Все удобно И быстро Собственно Это все По работе Комплекта Как такового И вызывной панели Частной Вот такой вот Интересный комплект Был сегодня у нас На обзоре Мы надеемся Что вы узнали Что-то новое Что поможет вам Определяться В большом количестве Домофонов И вызывных панелей Которые присутствуют На рынке Если вас что-то Заинтересовало И у вас появились Кие-то вопросы Обращайтесь к нам Мы подскажем Поможем Подберем А на сегодня все Пишите комментарии Подписывайтесь на наш канал До новых видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok